Более подробно эту тему с Денисом Поповичем обсудим, военным обозревателем. Денис, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день. Давайте по направлениям пройдемся, в свою очередь, в восток Украины, восточное направление. Сосредотачивается там в очередной раз силовая группировка российских оккупантов. Я правильно понимаю, что их цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей снова переносятся и снова какие-то дедлайны им ставятся. Что вам известно на этот счет? Пожалуйста. Они не переносятся, они существуют. В нынешней ситуации бесполезно какие-то дедлайны ставить. Захватить Данильского до 7 ноября, до дня рождения Владимира Путина. Кажется, он 7 октября отвечает. Я боюсь, что лиц. Я думаю, какие-либо дедлайны ставить бессмысленно. Мне кажется, сейчас у них задача захватить побольше территорий. Прежде всего, то есть задача минимум. Захватить побольше территорий для того, чтобы в расчете на то, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки, усилить свою переговорную позицию и таким образом прийти к соглашению, которое предусматривало бы заморозку войны на актуальную к тому времени линию фронта по условиям, которые сейчас приемлемы для Российской Федерации. То есть они сейчас, главное, продвинуться максимально вперед и побольше отхватить нашу территорию. Ну и для этого они сейчас собирают силы, перебрасывают резервы, прежде всего как раз в Донецкую операционную зону, для того, чтобы там пытаться поддерживать свои наступательные возможности, которые действительно в последнее время замедлились. Я не утверждаю, что они сейчас подходят к завершению, то есть на сегодняшний день Российская Федерация все еще пытается там наступать. По 100 метров, по 200 метров она наступает, обряд ли у них от пунктов. Однако это наступление уже, скажем так, не настолько быстро, как, скажем, даже было бы пару недель назад, когда мы говорили о продвижении противника в районе Нью-Йорка и в районе Торецка, там в Лоб, где шумы и так далее, где не сумели нас подловить на ротации и продвинуться вперед. В чем причина, в свою очередь, и отвода войск Украины в том числе? Я напомню, что господин Сырский говорил о том, что ради сохранения жизни украинских военных отступают либо переходят на более выгодные позиции в некоторых населенных пунктах. С чем связано в данной ситуации, как вы считаете? Ну, во-первых, с тактикой Российской Федерации. То есть они очень обширно используют пехоту, понимая, что они по этому показателю нас превосходят. Но очень важно то, что они, ну, как бы от определяющих моментов, то, что они очень активно используют корректируемые авиационные бомбы и артиллерию. То есть они сносят наше укрепление, они сносят городскую застройку и таким образом вынуждают нас вступать, ну, как было сказано, более подготовленные, более выгодные позиции с точки зрения возможностей их удерживать. Поскольку руины удерживать невозможно, там невозможно спрятаться, невозможно укрыться, невозможно закопаться. Они снесены вновь. И вот такое вот последовательное уничтожение населенных пунктов, бомбами, артиллерией, вот это вот сейчас и есть тактика России с дарами. То есть сносятся застройки, сносятся укрепления, туда заходит пехота. Ну, или не заходят, ее отбивают, уничтожают, тогда все это повторяется по другому кругу. Авиация, артиллерия, пехота. Не удается захватить по третьему кругу. И так вот фактически во многом эта тактика повторяется. Это как-никак, как мясные штурмы получаются. И судя по статистике, которую предоставляет Генштаб вооруженных сил Украины ежедневно, эти мясные штурмы, они... То есть российское военное командование вообще не дает себе отчет за сохранение жизни российских военных. Правильно я понимаю? Ну, опыты беспокоятся в меньшей степени, чем о сохранности техники, надо признать. То есть для них техника представляет собой большую ценность, нежели жизни людей. А вот в свою очередь... Да-да, вот позвольте, Денис, я вдогонку сразу еще один вопрос. Если не ошибаюсь, западные аналитики из издания «Блумберг», опять же, если не ошибаюсь, сообщали о том, что у Путина заканчиваются резервы советской техники. А как же техника современная? Такой распиаренный танк Т-90, БТРы, бронемашины, системы ПВО и так далее. Ну, они есть. Но они есть не в тех количествах, которые необходимы для того, чтобы вести войну таких масштабов. Они есть в современной образце. То есть и Т-90, и их трофеи до сих пор, эти танки Т-90. Ну, уж понимают, что там достаточное количество комплектующих, они подсанкционные. То есть необходимо их поставлять под санкции через третью-четвертую руку. И на таких условиях не очень много танков изготовишь. И не очень много ПТРов изготовишь. Новая техника в Российской Федерации есть, безусловно. Они ее совершенствуют. Они ее и дальше пытаются развивать. Но фронт держится на старой советской технике, которую они снимают с баз хранения. Они восстанавливают, ремонтируют, местами модернизируют, как, например, танки Т-62. В частности, скажем, установлены более совершенных типов броней. И далее бросают на фронт. То есть они сейчас воюют на старых запасах, практически. Новые запасы, темпы производства не удовлетворяют потребности фронта. Если вот Украина, она сейчас перенимает опыт и в том числе сама учится, сама производит. Имея в виду дроны. Дроновая война, так сказать. И сейчас очень много усилий прилагается к тому, чтобы в максимальном количестве делать эти дроны. Максимально ими уничтожать российскую технику. Можно ли говорить о том, что дроновая такая политика в военной доктрине, она сможет преобладать вот эту большую тяжелую технику Российской Федерации, которой там еще со времен Советского Союза очень много в резервах? Ну нельзя забывать, что и противник на эти дроны обращает внимание. И тоже не очень активно развивает это направление. И от вражеских дронов у нас тоже очень много проблем. То есть бывает такое, что вражеские дроны охотятся за отдельными людьми на фронте. То есть можете себе представить, насколько ситуация напряженная в этом отношении. Но сейчас дроны не меняют облик войны. Как вы правильно сказали, с помощью дронов можно выявить и скопление войск, и скопление бронетехники. С помощью дронов бронетехник уничтожается. С помощью дронов можно штурмовать позиции противника. То есть наводя с помощью дронов артиллерии, артиллерию непосредственно уничтожая этими дронами позиции противника, поражая их. То есть сейчас дроны не полностью меняют ход войны, и он даже не такой, как раньше был, буквально год назад. То есть технологии совершенствуются, все новые и новые дроны используются. Мы сейчас видим, как они уже и боеприпасы способны переносить, то есть доставлять их непосредственно из точки А в точку Б. Поэтому очень может получиться так, что у кого будут дроны более совершенные, более умные, более устойчивые к ордитуронной борьбе, и банально, если та сторона, у которой дроны будут просто больше, да и будут выигрывать на поле боя. Расскажите о ситуации на левобережье Херсонской области касательно плацдарма там и ситуации там по состоянию на сегодня. Что вам известно? Ну, Крымки — это серая зона, была и остается, вне зависимости от того, присутствуют там физически украинские войска или не присутствуют. Это состояние поясняется тем, что украинская артиллерия контролирует с правого берега пространство на левом берегу, поскольку украинская артиллерия располагает западными образцами, которые более дальнобойные, более точные, плюс она расположена выше. Правый берег Депра выше, фактически, да, практически по всему течению этой реки. И в Киеве он выше, и в Херсонии он выше, и в Херсонии он выше, и в Херсонии он тоже выше. Поэтому это дает дополнительные преимущества. Собственно говоря, это играло роль, когда плацдарм удерживался нашими морпехами. С помощью артиллерии, с помощью дронов удавалось отслеживать российские войска еще на стадии их сосредоточения. Ну и уничтожать точными прицельными ударами до того, как они вообще могли войти, переместиться в зону действия своей артиллерии для ведения контр-патриарной борьбы. Однако мы знаем, что из тех сообщений, которые мы читали и видели, что село Крынки практически потеряло, оно уже не существует, есть только название. И в этом пространстве крайне трудно укрыться. Поэтому было принято решение, очевидно, отойти. Тем более, что этот плацдарм свою задачу выполнит. Он зимой оттягивал резервы российской армии, которые они могли использовать на других направлениях. Вот это помню, какая ситуация была на востоке. То есть и потери Авдеев, и дальнейшее наступление российской армии на запад. Если бы не было плацдарма Крына, то вполне возможно, что эти силы, которые находились в Севсовской области, могли быть переброшены на восток. Ну и тогда наше отступление, возможно, было бы более стремительным, нежели оно оказалось на самом деле. Но сейчас мы видим о том, что этот плацдарм явно утратил свое значение, поскольку противник уже начал перебрасывать войска с Севсовской области, в частности, уже и на Северопаркетской области. Поэтому очень было принято решение сохранить жизнь наших бойцов и этот плацдарм оставить. А известно ли количество российских военных, которые находятся на левобережье Херсонской области, на направлении Крынок? Ну сейчас сложно сказать на самом деле. То есть раньше там были силы до трех-четырех бригад, конкретно перед Крынками. Но это информация скорее на зиму-весну. То есть сейчас там ситуация изменилась. Но, безусловно, дальше будет меняться, поскольку, собственно говоря, и история с плацдармом этим принялась. Денис, огромное вам спасибо за вашу аналитику. Всегда рада вам в эфире «Фридом». Денис Попович, военный обозреватель, с нами был на прямой связи. В телеграм-канале «Фридом» только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.